Вопрос формирования пенсии сегодня волнует даже тех, кому до этого далеко. И подход очень правильный. Чтобы и без того непростые формулы не превратились в неразрешимые задачи, мы пригласили в гости Геннадия Пашина, управляющего Рязанским отделением пенсионного фонда. Появились изменения в законодательстве. Давайте мы начнем с них, но только понятным языком, чтобы каждый телезритель понимал, чем кому что грозит. С 1 января 2015 года уже не будет понятия общей трудовой пенсии. Будет два понятия. Есть трудовая и страховая пенсии и есть накопительная пенсия. То есть мы как бы их разделяем на два разных вида. И если по определению размера накопительной пенсии никаких изменений нет, то есть мы будем брать сумму страховых взносов, которые отражены на лицевом счете работника, который уходит на пенсию, и делить на 19 лет в месячном счислении. То есть получим как раз вот эту частичку, вернее, размер накопительной пенсии. Если и по сегодняшнему действующему законодательству, если размер накопительной пенсии составит менее 5% от всей общей пенсии, которую мы назначим гражданину, то он имеет право ее получить единовременной выплатой. Если размер этой накопительной пенсии будет более 5%, то гражданин может выбрать срочную выплату, не менее чем на 10 лет ее растянуть, или на бессрочную выплату, это не менее 19 лет. Разница только в том, что если гражданин выбирает бессрочный вариант выплаты, то есть до момента ухода из жизни, и проживет менее чем 19 лет, находясь на пенсии, то остаток его правоприемника мы выплачивать не будем. С 1 января 2014 года и до 31 декабря 2015 года гражданин должен определиться, будет ли он формировать в обязательном порядке свою накопительную часть или накопительную пенсию, или полностью вот эти 6% страховых взносов на накопительную пенсию переведет на страховую. И тогда у него будет формироваться страхование не за счет 10% страховых взносов, а за счет 16%. Я вот сразу спрошу, как телезритель, и как будущий пенсионер в любом случае, что бы вы посоветовали, на что обращать внимание, и все-таки куда, с какими-то заявлениями сразу, потому что это все равно непонятно сразу. Совет один. Прежде чем принять решение действительно формировать накопительную часть или нет, гражданину надо разобраться в принципах этой накопительной части. И жизнь показала, что большинство граждан, за которых работодатели уплачивают накопительную часть, никаких телодвижений в сторону направления этой накопительной части в какой-то инвестиционный проект не исчисляет. Никаких заявлений он никуда не пишет. Эти деньги остаются в государственной управляющей компании и практически приносят очень низкий доход. Потому что государственная управляющая компания, это Межэкономбанк, она имеет право направлять эти денежные средства в основном только на приобретение ценных бумаг государства. Мой совет такой, что если гражданин имеет заработок ниже, чем средняя зарплата, допустим, по стране или по региону, это 23 тысячи рублей в месяц, то, конечно, заниматься формированием накопительной пенсии нет смысла. Потому что той доходности и того уровня пенсионного обеспечения за счет этих накоплений гражданин не достигнет. Ему лучше, конечно, их перевести на страховую часть пенсии, потому что она индексируется государством два раза в год. И, как правило, больше, чем на уровне инфляции по предыдущему году. Учитывая количество черных и белых зарплат, как правило, их две. Вот у большинства рязанцев их действительно две. Чтобы каким-то образом обойти или заставить работодателя и гражданина все-таки уйти от зарплаты в конвертах, законодатель предусмотрел с 1 января 2015 года бальную систему учета пенсионных прав. Дальше при выходе на пенсию мы будем учитывать количество заработанных баллов гражданин. А кто их назначает? Определяет будет пенсионный фонд. То есть мы ежегодно по каждому работающему гражданину будем определять количество индивидуальных пенсионных коэффициентов или баллов, которые заработал гражданин. Работодатель может повлиять на этот коэффициент? Сразу вот по порядку. Количество баллов будет зависеть от суммы страховых взносов, которые работодатель начисляет работающему гражданину. Потому что как определяется сумма страховых взносов, заработанных, вернее начисленных работодателем за год, мы будем делить на ту сумму страховых взносов, с которой работодатель начислил бы страховые взносы с максимального заработка. Сегодня максимальный заработок определен в объеме 624 тысячи. Работой, допустим, 30 или 40 лет. За время работы мы посчитаем количество всех баллов заработанных и умножим на стоимость этого балла момента выхода на пенсию. Но что сделал работодатель, вернее наш законодатель, чтобы повысить ответственность на работодатель? У нас не бывает сплошных плюсов. Вот я про что? Я жду всю эту дегать жду. Право на получение страховой пенсии по старости, трудовой пенсии по старости, у гражданин появится, если он заработает в процессе своей трудовой деятельности, не менее 30 баллов. То есть вот, если у него заработок, допустим, будет на уровне минимальной оплаты труда, то за 30 лет трудовой деятельности он 30 баллов никогда не заработает. Поэтому мы говорим, что да. Сейчас половину россиян отметаем. Мы об этом и говорим, что в этом случае гражданин должен, прежде чем согласиться на получение заработной платы в конвертах, надо еще и просчитать, как это будет отражаться на его жизненном цикле. Ну вот сейчас какой-то замкнутый круг обрисовали, потому что абсолютно все живут по такому принципу. У многих не только что зарплата в конвертах, а она сдельная, и у нас нет выхода, то есть у нас есть какая-то официальная часть, и есть сдельная зарплата, с которой тоже вычитают те же 13%, то есть такое бывает часто. Как же тут быть, отказаться от работы совсем, если ее и так в городе не так уж много? Нет, почему отказаться? То есть человек должен или искать более высокооплачиваемую работу. Ну, собственно, да, отказаться от этой. И когда тот работодатель, который платит низкую оплату труда, он поймет, что или ему надо повышать заработок, чтобы каким-то образом техучести кадров не было, потому что техучести кадров она никогда не дает по высокой производительности труда. Тот, который платит, он должен тоже задуматься и принимать решение о повышении. А если говорить уже о предпенсионном возрасте, когда 2-3 года осталось, у человека несколько записей? У гражданину, которому осталось 2-3 года, в принципе, новый пенсионный законодатель, оно практически его не коснется. То есть мы же ему в основном пенсию назначим по законодательству, которая была до 2002 года, как бы по советскому законодательству, и с 2002 года по 2015 год, вот по нынешнему законодательству. Ну, и ту частичь, которым заработает в 2015 году, вот по новому законодательству. Количество записей в трудовой книжке какое-то значение будет иметь? Очень сложно сохранить одну работу, как это делали наши бабушки и дедушки, вот одна запись, и это гордость. Сегодня все далеко не так. С 1 января 2002 года нас не интересуют записи в трудовой книжке, потому что все данные о его трудовом цикле у нас уже есть в виде индивидуальных сведений, которые ежеквартально теперь представляет работодатель по своим работникам. Поэтому те граждане, которые начнут трудовую деятельность, допустим, с 1 января 2015 года, их трудовая книжка нам никогда не потребуется при назначении пенсии в будущем. Вот такой вопрос. Очень много беженцев с Украины. Если вот в последний раз при встрече мы с вами обсуждали ситуацию с Крымом, когда российский пенсионный фонд берет их под свое крыло, что сейчас с таким количеством беженцев, у которых выплаты какие-то? Вот у нас в этом же вашем кресле была девушка, которая получала в связи с потерей кормильца определенные выплаты. Вот как им сейчас поступить, посоветовать что-нибудь? Ну, значит, с беженцами из Украины здесь работает законодательство, которое иммиграционное, и оно говорит о том, что гражданин, который сегодня приехал в Россию, он должен получить статус беженца или статус временного проживания. Когда у него статус появится, тогда граждане, которые имеют 55 лет возраста, женщины, мужчины 60 лет, они могут обращаться, и мы им будем назначать пенсию по российскому законодательству. Если у них есть на руках справки о инвалидности, мы будем им назначать пенсию по инвалидности, но для этого им надо сначала приобрести статус беженца. Специалисты пенсионного фонда нашей области, мы знаем, где размещаются беженцы, мы там разместили весь информационный материал, мы туда стараемся обязательно ездить, посещать эти пункты, там, где находятся беженцы, и обязательно всю информацию довели до руководителя этих пунктов, куда направляются беженцы. У вас есть официальный сайт, если у кого-то из наших телезрителей возникнут вопросы, там есть возможность вопрос-ответ получить грамотный? Да, очень хорошие вопросы задали, то есть у нас на нашем сайте работает онлайн приемный, пожалуйста, по телефону можно задать вопрос, и мы на него ответим, или электронным способом направить, по электронной почте, и мы также по электронной почте пришлем ответ. Спасибо большое за эти 10 минут, я напоминаю телезрителям, что это была программа подробностей, до встречи.